Возможно, вы слышали об эффекте Лейденфроста. Это когда капли, например, воды, будто левитируют над горячей поверхностью благодаря прослойке образующегося пара. Сегодня я попробую создать обратный эффект Лейденфроста, капнув в жидкий азот немного силиконового масла. Эффект обратный он потому, что паровую подушку образует не капля, а жидкий азот под ней. Явление уже описано в нескольких научных статьях, и я связался с одной из исследовательниц, чтобы узнать, как мне повторить эксперимент. Приветствую. Здравствуй. Как настроение? Хорошо, а у тебя? Просто отлично. Вот вопрос, можно ли повторить опыт в домашних условиях? Если дома есть жидкий азот, то да, без проблем. Ничего сложного. Тебе нужна полистироловая тара 20 на 20 с толстыми стенками для теплоизоляции и две мензурки сантиметров 10 в диаметре и вторая поменьше. Так, не надо сюда лезть. В общем, две емкости. Смотрите, у меня тут форма из пенопласта с круглым отверстием, который и заливаю жидкий азот. Это нужно для того, чтобы создать холодную область непосредственно там, где мы будем работать, как бы изолироваться от окружающего тепла. Ставим сюда большую мензурку с жидким азотом. Как видите, он кипит. Погружаем в него мензурку поменьше, также наполненную азотом, но он не кипит. Это мне и нужно. На его поверхности мы попробуем воспроизвести обратный эффект Лейденфроста. Итак, здесь 100 микролитров силиконового масла, и сейчас я его капну на поверхность жидкого азота. Ух ты! Очуметь! Смотри! Класс! Получилось сразу несколько капель. Они левитировали, а потом все успокоилось. Еще и жидкий азот закипел. Это плохо. Привет, это Дерек из будущего. Извиняюсь за прическу, я скоро подстригусь. Тот эксперимент толком не получился, потому что жидкий азот в маленькой мензурке закипел, и я не знал, что делать. Я капнул еще масло, но там все бурлило, и эффект было не разглядеть. Сегодня попробую еще раз. Чистые мензурки и жидкий азот, поехали! И вот капля силиконового масла скользит от стенки к стенке. Прикольно! Что удивительно, эффект может продолжаться неопределенно долго. Его наблюдали непрерывно в течение десятков минут. В отличие от эффекта Лейденфроста, когда капли воды быстро испаряются, здесь испаряется содержимое емкости. Так что даже когда капля замерзает, она продолжает двигаться. Ведь теплота, необходимая для возникновения пара, исходит не только от нее, но и от воздуха вокруг. Во второй раз азот в маленькой мензурке не закипал. Но теперь все немного тряслось из-за кипения жидкого азота в большой емкости, и это влияло на поведение капли. Зато в лаборатории доктора Анаис видно, как капля движется по прямой линии. Но почему она вообще двигается? Чем это вызвано? Много кто проводил этот эксперимент и наблюдал движение, но до сих пор никто не пробовал объяснить его причину. А какое-то объяснение есть? Все происходит на границе сред. Есть капля и тонкий слой пара над жидкостью. Мы предполагаем, что его толщина неравномерна, и в какой-то момент под каплей возникает, например, капиллярная волна или другое возмущение. А возникает-то из-за чего? Хотя бы из-за того, что невозможно идеально поместить каплю на поверхность. Обязательно появляются мини-волны, которые затем возвращаются к капле. На этих кадрах можно разглядеть, как это происходит. Видите круги в центре мензурки? Они создают неровности под каплей, какая-то ее часть оказывается выше над поверхностью, и из-под нее начинает выходить больше азота. Логично предположить, что он будет толкать каплю в противоположном направлении, но все наоборот. Газ тянет каплю за собой, примерно как ветер тянет за собой капли на лобовом стекле. Что интересно, такие возмущения появляются каждый раз, когда капля приближается к стенке. В емкостях поверхность жидкости образует так называемый вогнутый мениск с подъемами по краям. Капля доходит до них, и газ начинает тянуть ее в другую сторону. В итоге получается траектория вроде пятиконечной звезды, по которой капля может бегать очень-очень долго от стенки к стенке. Здорово, правда? Это как-то можно применить на практике? Если да, то в какой области? Например, если у нас есть какой-нибудь эмбрион, скажем, мыши, на самых ранних стадиях развития, буквально десяток клеток, нам нужно его сохранить. Помещаем специальную жидкость для кривокансервации и замораживаем. Процесс несложный. Каплю с эмбрионом помещают жидкий азот, где все замерзает. Все происходит очень быстро. Кристаллов льда не образуются, и клетки остаются в сохранности. Вот здесь нам и поможет этот эффект. Представьте, что мы капаем жидкость с клетками эмбриона на поверхность азота, так же, как капали масла. Вместо мензурки какая-нибудь вытянутая емкость, и куда бы ни попала капля, она в конечном итоге будет двигаться вдоль сосуда из-за этого эффекта. Мы получаем систему, которая позволяет замораживать клетки или вещества и одновременно с этим их перемещать, даже не трогая, а значит без риска внести какие-то загрязнения. Очень любопытное получается применение.